Сразу несколько команд спортшколы Олимпийского резерва номер один текстильщик вернулись с соревнований в Нижегородской области. На базе отдыха из Умрудной прошел турнир Emerald Cup 2019 в трех возрастных категориях. Текстильщик 2007 впервые в этом году в ходе соревнований попробовал свои силы на большом поле. В турнире участвовали 20 команд. По итогу наши ребята стали десятыми. Этот турнир был международный. Участвовали команды из Англии Crystal Palace и команда из Испании. Crystal Palace занял в итоге первое место в игре в финале команду Чертанова 2-0. А так уровень, конечно, очень серьезный был. Команды очень понравились из Казани, Рубин, Казань, Динамо, Москва, Ростов, Ростов-на-Дону. Очень серьезные команды. Ну, можно сказать, из топовых команд. Команда Текстильщик 2011 заняла четвертое место. Кирилл Усманский в составе команды стал лучшим защитником турнира. Я все делаю, чтобы стать лучшим игроком. Я хочу, чтобы моя команда выигрывала и всегда побеждала в турнирах. И вообще просто в матчах и на тренировке. По словам тренера Руслана Фазелиддинова, такое признание Кирилл заслужил своей игрой и серьезным отношением к Елу, несмотря на юный возраст. Хороший очень турнир был. Шесть команд было. Это в первую очередь подготовка детей для того, чтобы они дальше развивались, научились играть в футбол. Они получают игровой опыт. Все равно тренировки тренировками. Когда они здесь в одной куче, а там посторонние люди, соперники, судьи. Это уже они получают игровой опыт. Во-вторых, они общаются с людьми, с детьми, с верстниками из других городов. Для команды «Текстильщик-2009» сезон начался очень активно. Победы следовали одна за другой. В Нижегородской области ребята также показали высокий результат, став лучшей командой. В ходе турнира тренер Иван Черкасов очень переживал. Не расслабит ли футболистов череда успешных выступлений. Но ребята справились. Вот как раз на последнем турнире получилось именно то, о чем я думал. То, чего я боялся. То есть в первые три игры мы приехали, провели также на одном дыхании. Три победы, причем в сухую, с крупным счетом. И это, конечно, команду расслабило. И в следующие две игры мы проиграли. И, наверное, я потом, когда все это дело проанализировал уже после этих двух поражений, понял, что они как раз случились вовремя. Потому что если бы они не случились на групповом этапе, мы бы его прошли со 100% результатом, навряд ли мы бы добрались до финала и выиграли бы. То есть это был щелчок хороший. Лучшим игроком турнира среди ребят 2009 года рождения стал вратарь Семен Филимонов. Он сыграл большую роль в серии пенальти в полуфинале и привел команду к победе. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.